Разработчики из Петербурга рассчитали возможную скорость распространения коронавируса в России. В качестве модели города была выбрана Москва. Но и как подсчитали экспериментаторы, всего за месяц от одного носителя вируса может заразиться до 5000 человек. О чем говорят эти результаты, расскажет Александр Лисицын. Аналитики из Петербурга показывают на мониторе карту Москвы. Специальная программа просчитывает скорость распространения коронавируса по столице. Все заболевшие, разумеется, условные, но городские объекты реальные. Чтобы сделать такую модель, разработчикам было достаточно взять всего одного носителя, например, китайского студента. Выбрать адрес, в данном случае комнату в одном из общежитий, и проложить маршрут. Опять-таки условный, но весьма вариативный. Человек может в один день поехать на метро, а в другой день поехать на автобусе. Еще и с пересадками, например. Вот это все нам приходилось анализировать. Модель позволяет анализировать данные в течение 30 дней. Результат – больше 5000 заболевших. Я еще раз повторяю, что это был просто эксперимент. Порядки цифр совпали с порядками цифр в городе Ухань, когда болезнь развивалась с нуля. По крайней мере, с регистрированным случаем. Скорость распространения коронавируса в Москве и Ухани совпали не случайно. Население обоих мегаполисов плюс-минус 11 миллионов. В Петербурге число заболевших было бы меньше, но незначительно, потому что в данном случае, по словам аналитиков, обращать внимание нужно не на количество горожан, а на их взаимодействие. А это городская среда, общественный транспорт и плотные застройки. Петербуржцы настаивают, москвичей пугать не собирались. Столица в качестве модели была выбрана, потому что разработчики еще до вспышки эпидемии коронавируса создавали для нее похожие аналитические проекты. Наличие данных у нас, поскольку мы работаем с геоаналитикой по количеству жителей домов, работающих, городские данные инфраструктурные, метро, массовости людей, которые мы применяем в ритейле, они у нас достаточно хорошо изучены в Москве. И поэтому вот как бы это все совпало, и мы случайно это сделали. Впрочем, разработчики не исключают, что подобный проект может быть полезен и для северной столицы. Тут, что называется, совершенно не обязательно ждать случая, когда такая виртуальная карта потребуется в срочном порядке. Александр Лисицын и Алексей Кондратьев. Известия специально для телеканала 78.